Это MacBook 12, устройство, которое Apple выпускали с 2015 по 2019 год, и интересен он тем, что, говоря про него, часто можно употребить слово «первый». Это первый ноутбук Apple с клавиатурой-бабочкой, первый с разъемом Type-C и первый Mac, в котором убрали светящееся яблоко. Короче, ноут крайне интересный, во многом даже обогнавший свое время, и сегодня мы разберемся, почему Apple перестали его продавать. Давайте начнем. Итак, на дворе 2015 год, и если фанаты яблока чего-то и ждали, то точно обновление MacBook Air, потому что их ТН-матрицы на фоне прошек с IPS-ами смотрелись уже совсем скудно. Но вместо Air с ретиной, Apple представили кое-что другое. MacBook 12. Не Air и не Pro, что намекало на какой-то новый класс устройства. И если кратко, они буквально нарисовали ноут заново. Двенажка была совершенно не похожа на остальную линейку Mac, а все потому, что она была началом нового поколения. У нее новый дизайн, огромное количество нововведений, и вторая цель, которую они преследовали, сделать минимальную толщину и вес. 920 грамм и 13 миллиметров в самом толстом месте. В итоге, когда смотришь на корпус вот так, кажется, что перед тобой лист бумаги. Но обо всем по порядку. Сначала дизайн. В Купертино решили уйти от классического кейса в пользу более острых углов. Дизайн стал более строгим и модным, помню, мне он сразу понравился. Ушли от концепции одного цвета, теперь маки продавались и в Space Gray, и в золотом, и даже в розовых цветах. Хотя раньше серый алюминий был фирменной чертой яблочных ноутов. И по той же причине ушли от всеми любимого каноничного светящегося яблока. Двенажка стала первым ноутом, в котором оно не светилось. И все эти фишки через год перетекли уже в глобальный редизайн про моделей с тачбаром, которые, но первым вестником нового поколения являлась именно двенажка. Второе обновление клавиатура, и да, в двенажке появляется та самая ненавистная бабочка. Новая конструкция клавиатуры, в плюсах которой было нажатие в любом месте, а также равномерная подсветка за счет использования цветотиодов каждой клавише. Но люди эту новую клавиатуру не взлюбили. Во-первых, не всем нравился мелкий ход клавиш, клавиатура скорее кликала, чем нажималась, а во-вторых, под нее проникала грязь, и клавиши начинали залипать. Бедным маководам приходилось ходить с баллоном жатого воздуха и иногда продувать клавиатуру в компьютере. И типа это пофиксили, сделав вторую версию клавиатуры, но народ все равно был недоволен, поэтому в 19-м году Apple отказывается от бабочки, заменяя ее на старую добрую ножничную Magic Keyboard. А у меня никогда не было ноута с бабочкой, я наконец-то поюзал этот механизм вживую, и могу сказать, что он реально странный. Первый день был совсем непривычно, странное клацание, мелкий ход, и как будто у меня от печати болели пальцы, но потом привыкаешь, и в целом нормальная клавиатура, то есть жить с ней можно, но переходя обратно на Magic Keyboard, пальцы очень радуются глубокому ходу клавиш. Радует же, что сюда влезла полноценная клавиатура, то есть буквы не урезали, нету клавиш крытышей, отличная обычная клавиатура, от края до края, вставленная в Macbook 12. Но важное уточнение, у меня ноутбук 2017 года, в котором исправленная клавиатура, которая не подвержена залипаниям, а вот модели 2015 и 2016 года все еще попадают с браком, поэтому осторожнее при покупке на Авито. Но чтобы не нарваться на неожиданные проблемы, при покупке электроники лучше использовать Е-каталог. Это сайт с большим количеством техники, на нем про каждый девайс можно очень подробно узнать, от фоток и 3D моделей, до отзывов реальных покупателей. Еще в нем можно сравнить устройство между собой, по размеру и техническим характеристикам, или вообще подобрать нужную модель техники. Допустим мы ищем ноутбук, и фильтры поиска позволят найти именно ту модель, которая вам нужна. Просто укажите свои требования, нажмите подобрать, и вот огромное количество вариантов. А еще на Е-каталоге собраны не только девайсы, но и магазины, в которых они продаются. Допустим нам понравился этот ноут, и мы хотим его купить. Заходим в цены и видим все предложения магазинов. Сортируем их по цене и видим самое лучшее. Так Е-каталог поможет определиться с выбором техники и сэкономить при ее покупке. Сайт полезный, ссылку оставлю внизу. А вот экран вопросов не вызывает, это типичная ретина, то есть отличная яркость, отличный цвет, приятные экранчики по сей день. Намного интереснее разъем Type-C. В 2015 он вызывал большой интерес, ведь макбук был первым устройством в мире с таким разъемом. А еще интереснее, что он здесь один. Причем так как Максейв, магнитную зарядку убрали, через него ноут и заряжается. То есть в такая зарядку вы занимали единственный периферийный разъем. Спасибо хоть за оставленный G3.5 на другой грани. Ну и разумеется так быть не могло, поэтому в магазине Apple тогда же появляется та самая легендарная фигня под названием переходник с Type-C на много разъемов, в котором был и HDMI, и обычный USB, и новенький Type-C. И технические решения понятны, ведь ни один из этих разъемов не влез бы в такой тонкий корпус. Непонятно, почему его не клали в комплект, ведь без него ноутом фактически невозможно было пользоваться. А если вы скажете, что Apple так никогда не делала, вспомните седьмой iPhone, в котором убрали G3.5, но переходник лежал бесплатно в комплекте. И то же самое логично было сделать с MacBook, ведь в 15-м году не было ни одного нативного аксессуара с Type-C под него, они появились несколько позже. Но нет, Apple решила поднимать чек, продавая переходники по 80 баксов. Благо, есть китайские аналоги, стоящие в разы дешевле. И также непонятно, почему в Pro-моделях решили придерживаться той же тактики, то есть убрали все разъемы, кроме Type-C, тем не менее, сейчас разъемы вернули, и спасибо на это. Короче, еще одна вещь в копилку MacBook 12, именно он начал эру Type-C маков с уродливыми переходниками. Но переходим к моменту, в котором ноут обогнал свое время, и лучше бы он этого не делал. Для этого посмотрим, что внутри ноутбука, и здесь почти все место занимает батарея. Сам компьютер поместился на этой маленькой плате сверху, именно здесь располагается процесс, создай оперативка, то есть весь компьютер, и для 2015-го это было круто. Но самый безумный факт – охлаждение. Apple, видимо, из-за толщины отказалась от использования кулеров в этом ноутбуке. Так что у 12-шки пассивное охлаждение, такое же как в Airy M1, в котором тоже нет вентиляторов. Но в отличие от Airy, где стоит энергоэффективный ARM-овский проц, здесь у нас по сути обычный Intel, который маркирован как Intel M3, но по сути это просто урезанный по потреблению i3. И чтоб там Apple не говорила, ему нужно, блин, охлаждение. Ведь как только на ноут возлагаешь какие-то серьезные задачи, просто начинает перегреваться и троттлить. И конечно круто, что 12-й стал первым макбуком без вентиляторов, но тишина во время работы принесла в жертву мощность. Даже в 2015-м, когда он вышел, он был способен на самые простые задачи. А на что способен сейчас? Давайте проверим. И для начала расскажу, что конкретно у меня за ноут. Это 12-шка 17-го года, то есть самая последняя модель и самая последняя macOS Monterey. И это важно, ведь модели 15-16-го года выпуска значительно хуже. У них старая бабочка, которая залипает, еще более слабый проц, так что 17-й год это такой ноутбук с апгрейдом. Вы должны это понимать. И если брать 12-шку, то лучше только 17-й год. По цене найти его можно где-то за 40-кет, может быть 35 даже, что за яблочный ноут 5-летней давности весьма неплохое предложение. Другое дело, а нужен ли он вообще сегодня, то есть способен ли он вытянуть самые простые задачи. И Monterey на нем, увы, не летает. Анимации подлагивают, особенно верхнее меню. Программы открываются не очень быстро, к сожалению, это участь любого интелмака, ведь система все больше становится оптимизированная под яблочные проццы M1. Но на удивление, при использовании браузера, телеги, эппл музыки, все лучше, чем я думал. У ноута не случается приступов тупизны, все довольно шустро, но это все штатный оптимизированный софт. Давайте откроем хром, который славится своей неоптимизированностью под мак. Открываем сайт аквариума в 3D, пару тяжелых вкладок и ноут не сдался. Он выдержал все издевательства. Правда, при таком тесте его днище так раскаляется, что держать его на коленях просто невозможно, ноутбук очень горячий. Тем не менее, от интелла с пассивным ухлаждением я ожидал худшего. И знаете, многие люди ведь покупают мак не чтобы на нем монтировать, программировать или писать музло и заниматься другими страшными вещами. Многим нужна банальная печатная машинка для просмотра ютуба, браузинга и так далее. И для этих целей двенашка подходит как нельзя кстати. Напомню, весит она всего 920 грамм. И главное, зачем нужен такой вес, ты не чувствуешь ноутбук в рюкзаке. То есть не стоит вопрос, брать его с собой сегодня или оставить 2 кило дома, просто кладете его в сумку и у вас всегда с собой есть мак. У меня в роли такого ежедневного девайса iPad. В отличие от ноут, он почти ничего не весит, поэтому я каждый день беру его с собой. И то же самое можно делать с двенашкой. И несмотря на то, что она раза в 4 слабее моего планшета, вы сами знаете какое устройство полезнее. Да и к макбуку как бы клавиатуры докупать не надо. Напрягала меня только диагональ, я считал, что в макбуке должно быть не меньше 13 дюймов, но походил с двенашкой и могу сказать, что если не открывать на нем ничего серьезного, вполне себе нормально. Короче, подводя вышесказанное, в простых задачах опыт использования 12 макбука более чем приятный. Он крайне компактный и при этом нормально воротит базовые приложения. Но что если и его попробовать нагрузить? Конечно, о видеомонтаже в каком-нибудь премьере лучше просто не мечтать, ноутбук сразу захлебнется, но в эпловском Final Cut я открыл проект крайнего ролика про Zoom и был приятно удивлен. Предпросмотр видео не лагает, да интерфейс отзывчивый. То есть, если вам очень надо, то какой-нибудь простенький ролик в iMovie или Final Cut сделать можно. Фотки нормально обрабатываются в пиксельматере, а Lightroom не захотел запускаться, как бы намекая, что лучше не надо. Адобовские продукты не стоит совмещать со слабым железом. Ну и какой же полноценный тест макбука без запуски какой-нибудь серьезной игры, чтобы над ним поиздеваться? Ясное дело, что на встроенной Intel графике поиграть не выйдет, но до примера вот Metro 2003 Redux. Самые минимальные настройки и получаем где-то 20-30 кадров. То есть, худо-бедо, если очень хочется, поиграть можно. Но разумеется, это не тот кейс использования, под который задумывался этот ноут. Короче, вот какая тема. Я думал, что возьму макбук 12 на тест и... Скажу, что это полный кал собаки, который тормозит, лагает и покупать его не надо, но по факту он оставил хорошее впечатление. Несмотря на размер, это вполне себе полноценный мак, способный стать неплохой смотрелкой ютуба и печатной машинкой. Отдельно упомяну его потрясающий дизайн, клавиатура от края до края и золотой цвет, ноутбук в нем очень хорошо смотрится. И в целом, модель 2017 года даже можно купить и сейчас, если закрыть глаза на несколько неприятных моментов. Во-первых, один Type-C. Если вам позариться нужна периферия, там принтер подрубить, придется покупать переходник. Во-вторых, клавиатура. Я так и не понял, нравится мне бабочка или нет, но вроде как жить с ней можно. Главное, чтобы не сломалась. И в-третьих, и это самое главное, очень мало мощности. За те же 40 тысяч можно взять старую прошку или какой-нибудь Xiaomi Book с новым железом, и то и другое по производительности будет намного лучше. Да, сейчас двенашка тянет последнюю систему, приложение, но как долго это продлится? Никто не знает, поэтому есть риск, что через пару лет ее придется менять на что-то более мощное. Но вопрос один, почему Apple убили MacBook 12? Ведь поставь в него тот самый чип M1 и получился бы прекрасный, очень легкий и компактный ноут, в котором решили бы главную его проблему – мощность. Увы, этого никто не знает, но видимо, Apple не нужна такая категория ноутбуков. Хочешь себе легкую печальную машинку – покупай iPad с клавиатурой, а хочешь MacBook – покупай Air, весящий 1.3 кило. Двенашка просто не вписалась в модельный ряд, вот ее, видимо, и убрали. И это, это печально, ведь MacBook 12 весом меньше килограмма – это был потрясающий ноутбук для журналистов, студентов и других людей, которым нужен максимально мелкий и легкий ноут, но при этом с полноценной системой на борту. Ну а я очень давно хотел повертеть двенашку в руках, наконец-таки желание сбылось, я узнал, что это за зверь такой, киштальт закрыт. На этом все, не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте и Телеграм, в которую можно подписаться и читать там всякие новости, участвовать в чатах и дискуссиях. Всем спасибо и пока! Субтитры создавал DimaTorzok